МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Два года вместе. Сегодня в Самаре отмечают вторую годовщину воссоединения с полуостровом Крым. Весне дорогу. В областной столице готовят дороги к весенней чистке. Миграция по закону. Как соблюдаются права гастарбайтеров в Самарской области? Вместе и навсегда. Сегодня россияне отмечают важную дату. Два года, как Крым стал частью российского государства. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о принятии республики в состав России и образовании двух новых субъектов федерации. Праздничные мероприятия сегодня проходят в каждом регионе страны. Масштабно крымскую весну отметили и в Самаре. Торжества начались с утренней лыжной гонки на базе спортивного центра «Чайка». А в центральной части города состоялся студенческий флешмоб, в котором приняли участие больше тысячи человек. Размах народных торжеств оценил Олег Зверев. Историческая дата. Воссоединение Крыма с Россией отмечается всенародно. Мероприятия проходят во всех регионах огромной страны. От Севастополя и Калининграда до Сахалина и Чукотки. В Самаре тысячи участников собрались на площади на так называемый флешмоб в поддержку жителей Солнечной Республики. Это студенты, преподаватели и все неравнодушные, кто счел важным для себя заявить «Мы вместе, и это здорово». Чувство патриотизма, то, что Крым, он наш, это наша территория, и мы с радостью, мы гордимся этим. С точки зрения туризма мы приобрели очень ценный ресурс. С точки зрения истории мы вернули себе русскую резиденцию царей, мы вернули себе дачу Чехова, мы вернули место, где Андрей Первозван и стал святым. Поэтому что изменилось? Мы стали более культурными, стали более присущи к исторической памяти нашего народа. История, она не дает мне мыслить о Крыме как о чем-то отдельном. Он всегда был наш, и люди, которые там живут, и люди, которые там служат, мы с ними, а не с нами. Если песни, то про Россию и Крым. Если вальс, то непременно севастопольский. Сегодня в Самаре эта тема звучала повсюду. За те два года, что прошли с момента исторического воссоединения, в Солнечной Республике уже и не вспоминают, что когда-то полуостров находился по ту сторону государственной границы. Вернувшись домой, крымчане в полной мере ощутили поддержку российского государства. Исакский район – подшефная территория Самарской области. Между нами устанавливаются прочные и взаимовыгодные связи. Но куда более важно культурное и историческое значение того, что Крым теперь вместе с Россией. Крым всегда являлся русской землей. И огромными усилиями во время Великой Отечественной войны мы его отстояли. Это было полито кровью наших советских солдат. Карта России, она всегда включала в себя полуостров Крым. И когда мы приезжаем туда, мы же сами на духовном, на сердечном уровне ощущаем, что это родная земля. И особенно важно, что сегодня именно молодежь приходит на патриотические мероприятия. И Самарская область первой направила в Крым своих волонтеров, в помощь жителям полуострова и уже как к себе домой. Как правильно в свое время отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, что Крым, Севастополь вернулись домой. И мы сегодня видим, насколько это было правильное решение. Мы сегодня видим настроение людей. Мы сегодня видим, какие идут преобразования в Крыму и Севастополе. И это действительно единый исторический, это единый российский народ. А значит, у этого народа есть будущее. И это будущее звучит не иначе, как мы вместе. Олег Зверев, Константин Головин. События. В самой Солнечной Республике тема воссоединения с Россией сегодня звучала повсюду. Мы связались с коллегами из Симферополя. О том, как изменилась жизнь на полуострове за эти два года, и с каким настроением крымчане отметили праздник, расскажет корреспондент первого крымского телеканала Анастасия Соленик. Здравствуйте, коллеги. Весь полуостров, в частности, крымская столица, пропитаны праздничной атмосферой. Два года срок хоть и небольшой, но многое было сделано. Удалось полностью интегрироваться в российское пространство. Некоторые отрасли пришлось поднимать с нуля. Наибольший успех в пищевой промышленности. Несмотря на режим ЧС, предприятия работали в полную силу. Некоторым из них даже удалось увеличить объем производства. Благодаря запуску первой линии энергомоста Кубань-Крым нет дефицита электроэнергии. Говоря о социальной сфере, хочется сказать о том, что больше 70 тысяч крымчан воспользовались материнским капиталом. Очередность детских садов снижается. В этом году появится более 5000 мест, в том числе благодаря модульным дошкольным учреждениям. Уровень пенсии и заработных плат в Крыму вырос более чем в два раза. Но самое главное достижение, по словам самих же крымчан, это защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Для нас это очень важно. Мы очень счастливы, что мы в России. Стабильность, уверенность, скажем так. Спасибо Владимиру Владимировичу, что все у нас хорошо, все прекрасно. Все поменялось, абсолютно все. Дороги, инфраструктура и порядок в городе. Ярмарки, праздники для людей проводят. Я вернулся из ссылки домой. Для меня это не праздник, для меня это как вроде новое рождение. Поэтому я очень доволен. Это наша мечта. Все эти 23 года, мы не были у себя дома. Вот этим все сказано. Только вот эти два года, это наше возвращение домой. Что касается одной из главных сфер туристической, то здесь тоже есть успехи. В 2015 году на полуострове отдохнуло более 4,5 миллионов туристов. В течение так называемого высокого сезона более половины работающих здравниц были полностью заполнены. В 2016-м Крым планирует принять более 6 миллионов туристов. Крымчане к курортному сезону готовятся заранее. Точно так же, как и к празднованию второй годовщины воссоединения полуострова с Россией. Буквально за две недели практически в каждом населенном пункте появились билборды с надписью «Крым, Россия навсегда» и «Крымская весна». Также прошел ряд патриотических мероприятий. Эту знаковую дату крымчане уже два года как российские граждане отмечают с размахом. На телеканале «Самара ГИС» выходят два проекта, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Сегодня вечером в 21.30 смотрите фильм «Крымская весна», а в субботу, 19 марта, в 10 и 16 часов специальный репортаж. Сегодня в Москве Олег Фурсов избран в состав правления Союза российских городов. Поделиться опытом развития территорий в столицу приехали более 50 мэров. На торжественном заседании, посвященном 25-летию Союза, первые лица российских городов обсудили вопросы местного самоуправления и обменялись опытом лучших муниципальных практик. Напомним, Союз российских городов – одна из старейших общественных организаций в России. В составе Союза 87 муниципальных образований. Это объединение способствует взаимодействию муниципалитетов с федеральными органами власти и призвано сделать города участники точками экономического роста и центрами социального развития всей страны. Дорогу чистоте и чистоту дорогам. В Самаре начали готовить проезжую часть к банным процедурам. Рабочие чистят обочины от накопившейся за зиму грязи. Это исключительно ручная работа. Никакой самый современный пылесос не справится с нюансами. Почему? Знает Марина Матвеевшина. Грязи на дорогах не дают ни единого шанса. Около трех сотен человек каждый день выходят на Самарские улицы, чтобы убрать скопившуюся за зиму пыль. По две-три бригады работают в каждом районе города. Особенно на тех улицах, где зимой вместо реагента использовали смесь песка с солью. Снег растаял, а вот песок никуда не делся. Весь забился по краю дороги. За зиму формируется слой пыли, песка, который со временем утрамбовывается, смерзается. И он формируется практически в каменную структуру. И поэтому его необходимо сначала отделить от самого покрытия дорожного. В принципе, пылесос с данным случаем не справляется. Рабочие руки здесь не заменит ни одна, даже самая современная техника. Убирать нужно до последней, как говорится, крошки. И очень аккуратно. Особо внимание обращать на то, что не поломать борты новые, которые особенно установлены. Пешеходные ограждения новые. В принципе, ничего сложного. Очень припаркованные машины сильно мешают, конечно же. Собственно, все. Вот единственная трудность в нашей профессии. Несмотря на скромность рабочих, процесс трудоемкий и небыстрый. И очень нужный, отмечают жители города. Конечно, нужно потихонечку, понемножечку, и все будет убираться постепенно. У нас во дворе сейчас тоже все прошли, под трактором все убрали. Рабочим предстоит очистить более двух миллионов квадратных метров дорожного полотна. Справиться с этой работой нужно до середины апреля. Хотя в прошлом году в это время только начинали. График диктует небесные канцелярии. Чистить приладковую часть дорог рабочие начинают только после того, как растает весь снег на близлежащих газонах. Иначе придется выполнять двойную работу. Такая расчистка только самое начало весенних работ. После того, как рабочие соберут весь крупный мусор, здесь пройдет пылесос и соберет оставшуюся пыль. А затем дороги помоют дорожным шампунем. И только потом бортовой камень будут красить. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. А сейчас коротко о других темах дня. Полиция направила материалы уголовного дела самарских блогеров Дмитрия Бегуна, Натальи Мироновой, Умяровой и Олега Иванца в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Напомним, блогеров обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, они требовали с предпринимателя Сергея Шатила 3 миллиона рублей за то, что не будут публиковать в своих живых журналах компрометирующие материалы. В настоящее время все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Ранее представители главка сообщали, что Дмитрию Бегуну также грозит обвинение в клевете. Уголовное дело в отношении водителя, слившего серную кислоту на трассе под Самарой, передано в суд. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы сроком до 5 лет. ЧП произошло в ноябре прошлого года в Красноярском районе области. Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль МАСС с серной. За рулем находился 43-летний мужчина, который сливал химическую жидкость. Слив 34 тонн серной кислоты привел к загрязнению окружающей среды. Ущерб оценивается в полтора миллиона рублей. Трое обладателей банковских карт стали жертвами мошенника. Злоумышленник со своего телефона через интернет заходил в личные кабинеты потерпевших и переводил деньги с платежных карт граждан на банковскую карту приятеля. Затем деньги обналичивались через банкомат. За несколько часов обвиняемый похитил 120 тысяч рублей. Сейчас он задержан. По данным полицейских, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, он совершил более 40 эпизодов подобных мошенничеств в городе Димитровград. На майский в Саратов с ветерком на новом дневном экспрессе смогут отправиться все желающие. Первый поезд по маршруту Саратов-Самара отправится 29 апреля. Экспресс будет курсировать по понедельникам, четвергам и субботам до 11 мая. Время в пути 7 часов. В состав поезда будут включены сидячие вагоны и один купейный. Стоимость проезда будет ниже, чем на обычном поезде. В областной столице началась навигация по Волге до Рождествено. Грузопассажирская паромная переправа с Октябрьского спуска стартовала сегодня. Отправление парома из Рождествено будет проходить ежедневно в 6 часов, в 12 и в 16.30. В обратном направлении переправу организуют в 8 часов, в 13.30 и в 18 часов. Детское травматологическое отделение больницы Середавина отмечает пятилетний юбилей. За это время здесь вылечили около 10 тысяч юных пациентов. Травмы спортивные, по неосторожности или в результате ДТП. Чтобы дети как можно быстрее шли на поправку, одновременно за их здоровьем следят врачи разных профилей. Как себя чувствуют маленькие пациенты, узнала Алина Чемерес. Несмотря на гипс, юные пациенты находят, как повеселиться. Маленькую Веру сбила машина, у нее перелом ноги. После операции вставать с постели она пока не может, но мужественно переносит лечение. Ножка в порядке, только чуть-чуть больно. Но чуть-чуть, только когда я шевелюсь, мне больно, там кость больно внутри. Сегодня в детском травматологическом отделении больницы Середаевина 35 маленьких пациентов. Тяжелых больных, к счастью, нет. Все ребята идут на поправку. В этом году впервые не было смертности детей от политравмы. Да, погибали дети на дорогах, потому что там несовместимые были травмы с жизнью. И, к сожалению, не смогли довести до нас детей. Но если ребенок переступил порог сюда, у нас в приемном покое есть все для того, чтобы начинать с первой секунды. Оказывать медицинскую помощь. Травматологическое отделение перевели сюда из больницы Пирогова в марте 2011 года. Теперь, чтобы лечить ребенка, получившего травму, его не нужно гонять по отделениям. Врачи всех профилей в одном месте. В год здесь лечение проходит более полутора тысяч ребят. Как правило, это переломы предплечья, голеностопа, переломы позвоночника. Ну, все в зависимости от сезонных времени года. А также все тяжелые травмы, которые возникают на трассе М5, поступают к нам в травмпункт. И уже мы госпитализируем в травмоотделении. Одновременно со стационаром пять лет назад в больнице Середавина начал работать детский травмпункт. УЗИ, рентген, компьютерная томография. Чтобы комплексно обследовать ребенка, здесь есть все необходимое современное оборудование. Диагноз ставят быстро и точно. С юными пациентами работают только врачи высшей и первой категорий. Самарская область занимает шестое место среди регионов страны по выдаче патентов мигрантам. За последние пять лет на заработки сюда прибыли почти 30 тысяч иностранных граждан. Как живется мигрантам на Самарской земле? Соблюдаются ли их трудовые права? И как выстраиваются межкультурные отношения? Обсудили за круглым столом. Комиссия по общественному контролю, Общественный совет при УФМС России по Самарской области и Общественный совет при Министерстве труда. Подробности у Ларисы Шалафаст. Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан. Именно из этих стран чаще всего приезжают в Самарскую область на заработки. Постоянно на территории региона находятся порядка 100 тысяч мигрантов. Работы для них хватает. К чемпионату мира по футболу приток иностранцев увеличится. Большое количество строек, большое количество объектов, инфраструктуры сейчас реконструируется. Значительное количество, в том числе иностранных рабочих сил туда прибывает. Мы к этому готовы. Будем мониторить текущую ситуацию. Я думаю, что в целом мы готовы. Самарская область занимает шестое место среди регионов России по выдаче патентов. Сейчас миграционной политикой занимаются все уровни власти. К этому вопросу планируют привлечь и общественность. В каждом городе и районе создадут межведомственную комиссию, в которую будет поступать информация о возможных конфликтах. Своевременно информировали членов комиссии о каких-то возможных национальных конфликтах, о нарушении трудового законодательства, о нарушении какого-то миграционного законодательства. Вот цель круглого стола такова. Выйти с рекомендациями к властным структурам, от которых зависит решение того или иного вопроса. Участники круглого стола предлагают указывать в патентах специальность мигрантов, чтобы понимать, люди каких профессий стремятся в Самарскую область. Пока в этой графе пишется разнорабочий. Еще одна инициатива – создать единый уполномоченный орган по выдаче патентов мигрантов. Сейчас оформлением и выдачей документов занимается несколько организаций. Все предложения направят в адрес губернатора. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Кандидат в кандидаты. В региональном отделении партии «Единая Россия» продолжается прием документов от желающих участвовать в предварительном голосовании по отбору в депутаты Самарской губернской думы и Государственной думы Российской Федерации. Одними из первых сегодня заявление подали исполняющие полномочия секретаря регионального отделения партии Игорь Станкевич, который будет бороться за место в Государственной думе, и проректор Самарского национального исследовательского университета Виктор Кузнецов. Он планирует баллотироваться в региональный парламент. Обе кандидатуры утвердили на оргкомитете. Также желание участвовать в праймерис изъявили и другие претенденты. На сегодняшний день их 24 человека. Руководитель регионального отделения должен как минимум идти на выборы с тем, чтобы партия чувствовала, что члены партии, рядовые члены партии знали, что руководитель регионального отделения не просто находится на своей должности. Он точно так же, как и все другие кандидаты, борется за то, чтобы партия набирала свои баллы. Мне хотелось бы, чтобы наша образовательная деятельность была глубоко интегрирована с деятельностью экономической, социальной наших государственных органов, чтобы, по крайней мере, организация практик, трудоустройство наших выпускников, это было не вопросом их возможностей, их и их родителей, а это было бы нормальной государственной политикой. Франция на фотографиях оживает на большом экране. Одним из главных кинособытий этой весны стала самарская премьера фильма Александра Сокурова «Франкофония». Фильм снят во Франции по заказу Лувра, но, по слухам, заказчикам «Франкофония» пришлась не по душе. Режиссер рассказал и о неприятных моментах в истории Франции. Это одновременно и игровое, и документальное кино, где переплетается несколько историй, происходящих в прошлом, в настоящем и в фантазиях режиссера. Главный герой фильма – капитан грузового корабля из наших дней и хранитель Лувра, живший во времена оккупации Франции нацистами. Авторское кино «Картина для ума» стало одним из мотивов возрождения Самарского киноклуба «Ракурс», который нашел пристанище в одном из крупных мультиплексов. Традиционно показ нового фильма мастера Александра Сокурова притворяла лекция об искусстве. Он меня восхищал, иногда раздражал, но не разочаровывал. Его картина – это всегда умное кино, даже остроумное, хотя его считают таким мрачным режиссером. У него очень своеобразное чувство юмора. Ее называют «21-м округом Парижа», хотя официально и в городе 20. Речь идет о реке Сена. Она для Франции, что «Волга» для России. В прошлом главная транспортная артерия, сейчас любимое место отдыха и предмет гордости. Так что выставка на берегах Сены, что открылась в Самаре, пришлась как нельзя кстати. Ею продолжается фестиваль французской культуры «Франкофония». Экспозиция расположилась в музее Модерна. Одну из первых ее увидела Валерия Макарова. После вечерней прогулки по набережной стоит подняться пару кварталов наверх до музея Модерна. В уютных интерьерах особняка Курлиной можно не только немного отогреться, но и приобрести пищу для ума. Здесь открылась выставка о главной реке Парижа. И как оказалось, у нее немало общего с Волгой. Как и Самара, Париж вырос на берегу реки. Она стала для Франции главным транспортным узлом, а после – любимым местом отдыха. Правда, Сена, в отличие от Волги, закована в границ двух сторон. Во Франции реки стали, можно сказать, более домашними, потому что есть плотины, которые позволяют человеку полностью руководить течением реки. Хотя бывали и наводнения, и несчастные случаи. Но тем не менее, Сена уже полностью под контролем человека. В этом ее отличие от Волги. Под звуки французской музыки 19 века гости путешествуют по истории Парижа и набережном Сены. Под стеклом – жизнь Франции, глазами художников и фотографов. Гравюра с середины 16 века. Отсюда Париж начинался. На острове Сете еще в античные времена обосновалось кельтское племя паризиев. От него и пошло название будущего города. А это уже начало 20 века. На фотографии Томас Берджес после заплыва через Ла-Манш. Он второй в истории человек, который смог это сделать. Правда, купаться в сене в скором времени запретят. Слишком грязная вода. Но этой ребятне еще повезло. «Счастливые детские лица» на фотографии 1941 года. Менялись века, менялось и восприятие парижанами своего города и сены. Художник пытается сразу всю жизнь на сене показать. То есть и корабли, и гуляющие, и прочее. То есть она такая вневременная, просто некая жизнь. А потом на фотографии, это какой-то конкретный момент, который реально был. И вот эти тонкости, если ты умеешь распознавать, то, конечно, ты понимаешь, как интересно вообще все меняется в жизни. Взглянуть самим на историю главной реки Франции, где по преданию развеян пепел Жанны Д'Арк, можно в музее Модерна. Выставка продлится до 5 апреля. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Почти 5000 волонтеров будут помогать проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года в Самаре. Большая их часть будет встречать гостей на вокзалах и в аэропорту. Остальные будут работать на стадионе, проводить экскурсии на гостевых маршрутах и помогать медикам. Половина из сдавших волонтерский минимум останется в резерве. Чтобы попасть в футбольное добровольческое движение, нужно первым делом зайти на сайт программ подготовки и зарегистрироваться. Пройти тест и программу обучения. Кандидатский минимум – возраст от 16 и старше, знание иностранных языков, опыт волонтерства. Агитация добровольцев в Самаре уже стартовала. Одни из первых узнали о всех преимуществах работы на спортивном празднике студенты экономической академии. Большинство студентов в нашем возрасте являются ярыми фанатами мировых футбольных команд. А волонтерство – это в первую очередь уникальное. И надо отметить бесплатную возможность посмотреть игры по футболу. Люди будут покупать билеты, платить бешеные деньги. Моя маленькая мечта – это быть волонтером на самом стадионе, чтобы воочию видеть игру, получить весь этот заряд позитива. Ну, по-моему, это просто здорово. В эфире новости спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Федерацию бокса Самарской области возглавит звезда мирового бокса. Медальную копилку из 27 наград раскололи на Поволжье ушуисты из областной столицы. Серебро и бронзу привезли самарские дзюдоисты с открытого турнира Африки. В Касабланке Марокко прошел открытый турнир Африки. За рейтинговые очки боролись более 300 дзюдоистов из 59 стран. За российскую сборную выступали самарцы Ислам Ешуев и Ислам Хаметов. Оба вернулись домой с медалями. Ешуй в весовой категории 60 килограммов завоевал серебро, уступив только Людовику Чимартину из Швейцарии. Бронзу у Хаметова в весовой категории 66 килограммов. В решающем матче дзюдоист поборол Диего Сезара из Португалии. На чемпионате и первенстве по Волжье по спортивному ушу самарцы завоевали 27 наград. 8 золотых, 4 серебряных и 15 бронзовых. В Казани кроме медалей разыграли путевки на чемпионат России. Самару будут представлять 5 спортсменов, в том числе и абсолютный чемпион по Волжье Егор Бараболя. Федерацию бокса Самарской области может возглавить Василий Шишов. Чемпион мира готов приступить к работе после отчетно-выборной конференции. Ведь пока это единственная кандидатура, которую предложил сам президент федерации. Андрей Королев уже заявил о том, что не будет баллотироваться на четвертый срок. Преемник обещает продолжить политику развития юношеского бокса в Самарской области, чтобы у нас была преемственность поколений во всех возрастных категориях, отмечает чемпион мира Василий Шишов. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Титтере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин